Привет, друзья! Это видео скорее обзор, чем тест, но сравнительные данные все же будут. Речь пойдет о хорошо известной уже видеокарте 1080i, но в интересном исполнении это GeForce GTX 1080i ROG Poseidon Platinum от Asus. Поэтому я познакомлю вас больше с этим вот самым исполнением. Сразу скажу, что у Poseidon довольно специфичная видеокарта и оснащена воздушной системой охлаждения с парой вентиляторов. И этой же системой есть водоблок для кастомной системы жидкостного охлаждения. Стоит только подключить шланги или патрубки вашего контура к стандартным фитингам четверть дюйма. Даже на воздухе, то есть если не подключать эту карточку к контуру, она холоднее референсной модели 1080i на 5 градусов. Ну, как заявляет производитель. Что это дает? Как минимум возможность приобрести видеокарту сейчас, а собрать грамотное охлаждение потом. Но, конечно же, покупать Poseidon и не подключать его к жидкостному охлаждению – это выбросить деньги на ветер. Так как она стоит значительно дороже, чем 1080i на воздухе. От того же производителя. Я не куплю эту видеокарту, и многие из вас не купят. Но это решение для нестандартных сборок, одну из которых вы сейчас видите на экране. Хотя в Asus сделали все, чтобы Poseidon можно было назвать универсальной видеокартой. Когда ROG Poseidon 1080i в контуре охлаждения, вентиляторы переходят в бесшумный режим и включаются лишь в случае перегрева. Например, если контур по каким-то причинам перестанет функционировать. Такого, правда, за все время теста не случалось. К слову, вентиляторы у Asus довольно тихие, а конструкция продумана таким образом, чтобы она не забивалась пылью. В карточку можно воткнуть корпусные вентиляторы или вентиляторы SGO и синхронизировать. Конечно же, есть фирменная подсветка Aura и дополнительные коннекторы для подключения подсветки на самой видеокарте. Сделано это для одного конкретного корпуса Invin 805 Infinity с визуальным эффектом бесконечности на фронтальной панели. Да и на самой карточке тоже есть небольшая панель с аналогичным эффектом. Вроде как вместе веселей. Игромир этого года подарил нового знакомого Сергея Мнева, который дал вот на несколько дней эту самую модерскую сборку в самодельном корпусе. В описании к видео есть ссылка на его канал TechBird. У него очень разные проекты, и он в видео показывает этапы их сборки. В общем, эта сборка – удачный хост для теста Посейдона. Тезка сделал такую схему, в контуре которой охлажденная жидкость поступает на процессор. Дальше идет от него к видеокарте, затем на радиатор 240 снизу, а затем в резервуар, затем на радиатор 360 сверху и на процессор. Вот тут вроде бы логично было бы добавить радиатор после процессора, перед видеокартой. Но забегая вперед скажу, что схема показала хорошую степень эффективности. Материнская плата – Asus Rampage 6, Apex, платформа X299. Процессор восьмиядерный Intel Core i7-7820X, разогнанный до 4,7. Ну что ж, приступим к разгону GPU. Максимальная частота, которую мне удалось зафиксировать – 2063 МГц. У 1080Ti частота меняется динамически, в зависимости от нагрузки. Опытные оверклокеры смогут выжать из нее еще, температуры позволяют. Но это не моя карточка, после теста мне нужно будет вернуть ее. Главное, что на полученной частоте я могу и играть, и проходить тесты, а температура держится в пределах всего 60 градусов. Вот ради этого и берутся кастомные системы охлаждения, чтобы железо могло работать с максимальной отдачей, а температуры оставались в пределах разумного, и внутри корпуса не было печки. Хотя энергопотребление, ну, понятное дело, возрастает. Если сравнивать производительность 1080Ti, которая работает на референсных частотах и разогнанного Посейдона, то в 3DMark FireStrike она составляет 13,4%. В 3DMark FireStrike Extreme – 13,9%, а в 3DMark FireStrike Ultra – 23%. То есть с увеличением нагрузки разница увеличивается. В Time Spy разница после нескольких прогонов не составила больше 16,5%. В Ghost Recon Violence ультра настройки в зависимости от разрешения разница в процентном соотношении не уменьшается – около 17%. Но разница, выраженная в кадрах в секунду, чем выше разрешение, тем меньше в цифрах. Но что будет больше, заметно глазу. Например, от 50 до 60 кадров в секунду или от 25 до 30. Это еще вопрос. В Battlefield 1 на ультрах в 4К и в самые жаркие моменты разница может превышать 25% и составлять более 15 FPS. Но в том и в другом случае свои 60 кадров в секунду вы получите. Также любая 1080Ti, в том числе и Founders Edition, легко может работать на частоте на 200-300 МГц выше базовой. И тогда там, где было 60-65 FPS, на стоковых частотах станет более 70. Ну и более 80 на разогнанном в потолок Посейдоне, без экстремального повышения напряжения. С увеличением напряжения оверклокеры берут и 3 ГГц, но использовать с таким разгоном карточку в играх уже не получится. Это просто рекорды ради рекордов. Battleground сложно повторять одни и те же действия абсолютно одинаково. Но разница однозначно есть. В среднем в 4К и на ультрах до 23%. Референсная 1080Ti очень удачная вышла в Nvidia, вы это знаете. Но вот для таких игр в 4К и на максималках ее частот не хватает. Фреймрейт проседает до 21 кадра в секунду на улице, в помещении в лучшем случае 32 кадра. После разгона уже на Посейдоне 30 и 45 кадров в секунду. Но это максимальные настройки, и если хочется получить фреймрейт 60 кадров в секунду, надо ждать либо апдейтов игры, либо умерить аппетиты по настройкам. Я взял не так много игр, потому что смысла в дальнейшей демонстрации нет. На этих примерах производительность при максимальных настройках вполне ясна. GeForce GTX 1080i ROG Poseidon Platinum — это грамотная реализация вполне понятной идеи. Берем топовый графический чип и обеспечиваем его гибридной системой охлаждения, которая может работать и вне контура SGO, но в полной мере раскрывается именно в контуре. И дальше все зависит от того, какие компоненты вы выбрали для своего ПК. Пересобирать видеокарту и ставить кастомный водоблок своими руками, теряя при этом гарантию, не нужно. Покупать отдельный водоблок в дополнение к видеокарте тоже, а он денег стоит, между прочим. Плюс надо что-то решать с охлаждением остальных компонентов на плате, кроме GPU. Ну и жесткой привязки к воде тоже нет. Если видеокарту при будущем апгрейде потребуется продать или перенести на другой ПК, с таким гибридом это будет сделать проще, чем с видеокартой, у которой только водоблок. Поэтому, несмотря на некоторую специфичность, мне было интересно ознакомиться с Посейдоном, а вам, надеюсь, было интересно смотреть это видео. И на этом все, друзья. Пока!